да не бери зачем жара такая вообще серьезно это у меня с ажурная на болоте комары комары и средства возьмем вот так вода здесь был комендантский час когда темнело окна двери закрывали люди сидели просто по домам ну на улицу не уходили заводили мастера у нас там делали покровки храм уже стемнело осенью едем на БТС два волка стоят я в кабине сидел два волка стоят на обочине на нас смотрят посмотрели мы приехали этот дозор них два волка дозор стоят где-то рядом они едят чтобы попасть туда куда мы идем нужно пройти семь километров по глухому лесу летом без вездехода больше не на чем следы собачьи сквозь дикий лес нас ведет отец Виталий он проводит нас к месту где постоянно ведет свою службу он ходил тут и зимой и летом и днем и ночью в одиночку деваться некуда он не боится он знает что бог назначил человека царем над природой зверь самого боится да идти с непривычки страшновато хотя втроем да еще и с проводником бояться вообще нечего условия самые легкие погода теплая сухая у зверей спокойной сады сезонка на без проводника обеспеченный путник может угодить в трясину деревенские поля вот здесь были такие деревянные ворота дальше начинался начиналось болото и дорога на реконь и в 17 веке в документах упоминается что это была единственная дорога с севера на Тихвин единственная дорога была в 17 веке то есть идем сейчас по ней а дальше за полевыми воротами так называемыми дальше самая длинная лужа в Европе трудно представить но всего сто лет назад на этом месте были поля а полвека назад рядом еще были деревни сейчас все проросло непроходимым лесом идти долго по непростой дороге поэтому по пути устроены привалы знаю что без привычки звать его постоянно трудно и очень трудно так кто же от тебя требует чтобы ты неустанно твердил сию молитву Иисусом делай по силе делай со смирением и самоукорением и обыкнешь и полюбишь ее так что и насильно не оторвут от нее молитва Иисусова не только не мешает но даже способствует слушать чтение и пение и помогает обыкновенной церковной и телейной молитвы и услаждает очень услаждает сердце и дух делает мирным по дороге очень много волчьих следов иногда попадаются медвежьи охотничья ракетница в кармане успокаивает хотя в случае реальной встречи с медведем она скорее всего не поможет как же вы тут весной ходите так и ходим пешочком с рюкзаками не топка тут ну воды много обычно идти тяжело конечно так и ходим все на себе конечно носим по колено в воде да по колено в воде это сколько вот этим следам поэтому название медвежьей рощи это вот сколько вот этим следам несколько дней этим несколько дней до через два часа пути перед нами открывается рёканьская пустынь монастырь рождался трижды трудно проследить когда он появился первый раз легенда относит появление первых скитов к 13 веку когда охотники обнаружили на этом месте иконы живоначальной троицы в официальных документах монастырь упоминается в конце 17 века в те времена здесь проходил оживленный путь в тихвин при екатерине второй монастырь секуляризовали он пришел запустение земля под ним через сомнительные бюрократические схемы ушла в частные руки через полвека началось его второе рождение в обезлюдившем лесу поселился отшельником старец амфилохий с верой и молитвой он не только преодолевал все трудности быта и с огромным трудом смог отсудить компенсацию за землю и добиться восстановления монастыря спустя полвека расцвета снова запустение после революции монастырь превратили в совхоз потом в колхоз новая рана нанесла ему война и естественного собор весь в этих в ранах этих вот от снарядов от осколки где-то снаряды застряли в перестройку не стало и колхоза в девяностые невзоров объявил по телевизору что в монастыре находится клад и его стали громить кладоискатели разрушение идет конечно очень когда я пять лет на пришел там купол свод вверху я видел на собой еще купол в нем дыра а сейчас там нету видно ничего все провалился ну громадина внутрь опасно заходить потому что там обсыпаются кирпичи не дай бог конечно сразу там массив целый может рухнуть и только в нулевые началось третье рождение церковь приняла решение восстановить монастырь несмотря на все трудности и нехватку средств пустынь стала оживать появились насельники стали проводиться службы заброшенные храмы стали постепенно ремонтироваться в последние годы появилась новенькая бревенчатая церковь братья живет скромно имеет небольшое хозяйство вода из колодца электричество от генераторов и солнечных панелей за всем необходимым надо добираться пешком через лес до ближайшей деревни оттуда на машине до города влезет Величественные руины, дикие лесы и зверьё вокруг могут внушать страх. Но вера и труд вселяют в это место жизнь и наполняют спокойствие. Продолжение следует...